Тепло 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 потребителями по поступлению дебюторской задолженности. В свою очередь ДГК будет осуществлять функции контроля за действиями ПАУ ДЭК. Конечно, жители сейчас будут волновать, в связи с чем такие изменения, может быть что-то кардинально изменится. Так вот, каковы цели все-таки создания этой единой квитанции? Цель, конечно же, одна, то есть это улучшить сервис работы с абонентами. Значит, это получить, чтобы абоненту не гонять по разным вычислительным центрам, дать возможность прийти в единое окно и там уже сверить или уточнить расчеты как по тепловой энергии, так и по электрической энергии. Ну и объединить работу с потребителями, платильщиками, и все-таки получить дебюторскую задолженность все с потребителем. Я правильно понимаю, такая единая квитанция, она облегчит жизнь, как поставщиков тепла и энергии, так и жителей? Конечно. В первую очередь, повторюсь, как Владимир Владимирович сказал, это сделано для удобства потребителей. Единый платежный документ, это формат А4, на котором потребитель увидит сразу две квитанции для понимания, что деньги и средства будут поступать на раздельные расчетные счета. То есть будет расчетный счет указан АОДГК в части начисления за тепловую энергию в горячую воду и расчетный счет по АОДГК в части начисления за электрическую энергию. В целях повышения качества обслуживания наших потребителей мы объединили свои усилия в одно русло. То есть потребитель может обратиться как в абонентские отделы АОДГК, так и в абонентские отделы по АОДГК и в Центр обслуживания клиентов. То есть количество офисов у нас по городу за счет этого увеличилось. Потребитель может получить ответ на вопросы, связанные с теплоснабжением и энергоснабжением в одном окне. Как выглядит эта квитанция? Квитанция формата А4. Верхняя часть квитанции это для самостоятельного заполнения. Тут можно записать показания по приборам учета по горячей воде и по приборам учета электроэнергию. Дальше идет информация по лицевым счетам, потому что лицевые счета по одному адресу могут не совпадать. В АОДГК открыт один лицевый счет. Здесь напротив каждого лицевого счета размещены реквизиты нашей компании, реквизиты АОДГК, реквизиты по АОДЭК. Дальше идет квитанция со штрих-кодом и QR-кодом. Это начисление, здесь расшифровка АОДГК за отопление, за горячую воду. Ниже есть квитанция со штрих-кодом и QR-кодом за потребленную электрическую энергию. Ниже есть информация, если установлены общедомые приборы учета. И также здесь внизу есть информация о перерасчетах, которые произвели по начислениям. В самом низу у квитанции расположена справочная информация по телефону контактному, по которому вы можете обратиться в случае каких-то вопросов. Есть информация о закрепленном агенту по сбыту, который обслуживает данный дом. И также внизу квитанции будет разрешено уведомление задолжникам, напоминание, что необходимо оплатить. Мы говорили в начале программы, что часть жителей Приморья получат такие квитанции. Можете уточнить немножечко, какая часть края? Это город Владивосток, Артем, Партизанск и Лучеворск. То есть та часть Приморья, где на территории ДЭК и АОДГК оказывают услуги. Возможен ли перерасчет по единой квитанции и как будет распределяться платеж? Перерасчет возможен по обращению потребителя, либо направить его почтой, либо обратиться непосредственно в один из абонентских отделов. Если есть основания на перерасчет, он будет произведен и отражен в квитанции на следующий период. Оплаты распределяются непосредственно, потому что единый платежный документ, но оплату произвести нужно будет два раза. Сначала за тепловую энергию и второй за электрическую энергию. Соответственно, денежные средства поступят на наши расчетные счета и мы их уже распределим согласно того назначения, которое было произведено. Хотелось бы добавить, что по отсутствию горячей воды перерасчет также будет производиться на основании актов, как и ранее производилось. То есть процедура не изменилась, то есть управляющие компании составляют акт о наличии или отсутствии услуги. Соответственно, этот акт будет передаваться в ПАУДЭК для корректировки начисления. Владимир Владимирович, наверное, к Вам вопрос. Как будет видно, за что прошла оплата, за свет, тепло или воду и в полном ли она произошла объеме, а где частично? Так, значит, вообще квитанция содержит два штрих-кода и два QR-кода для возможности оплаты. Раздельная оплата производится раздельно. Раздельная за потребленные услуги АУДГК и отдельная за услуги ПАУДЭК. Поэтому, платя за потребленные услуги, деньги пойдут на те счета, на которые оплатит потребитель. Оплаты, соответственно, потребитель сможет увидеть в следующей квитанции при наличии или отсутствии задолженности за потребленные услуги. Где можно оплатить единую квитанцию? Единый платежный документ можно оплатить в офисах ПАУДЭК на Октябрьской, 8 и Фирсова, 4. Также в отделениях Сбербанка России, в отделениях Почты России, через банкоматы, платежные терминалы Сбербанка, в офисах банков, либо воспользоваться онлайн-системами, такими как Сбербанк онлайн, город, можно оплатить также на сайте ПАУДЭК и на сайте АУДГК. То есть, через Сбербанк можно будет онлайн оплатить, правильно? По сути, ничего не меняется. Ничего не меняется. Никаких кардинальных изменений, сложностей не возникнет у жителей в связи с появлением этой единой квитанции. Есть также колл-центр, насколько я знаю, куда можно обратиться с вопросами, правильно я понимаю? Да, колл-центр ПАУДЭК сейчас, получается, с 1 октября объединил в себе два направления. Это помимо консультации, связанной с энергоснабжением, также могут получить консультацию, связанную по горячей воде и по теплооснабжению. Номер у нас единый, звонок бесплатный, 8 800 100 ровно 3 777. И он номер. Будет ли браться комиссия при оплате через Сбербанк за единой квитанции? Комиссия, как оно ранее было, так и сейчас, что по квитанциям ДГК, что по АУДЭК проценгует. Дата, когда необходимо дать показания? Передача показаний, как по электрической энергии, так и по горячей воде, необходимо передать с 20 по 25 число ежемесячно. Какова величина задолженности потребителей и что предпринимается сегодня в связи с этим? Величина задолженности за потребленную тепловую энергию только по городу Владивостоку составляет 1 миллиард 700 тысяч рублей. Мы постоянно ведем работу с потребителями по погашению задолженности, уведомляем их, работаем как письменно, так и через автодозвон, через смс-сообщение. С теми потребителями, которые не реагируют на наши уведомления, производим отключение горячего водоснабжения. И подаем иски в суд. Далее работают по взысканию дебиторской задолженности судебные приставы. Сумма задолженности за электрическую энергию по городу Владивостоку на сегодняшний день составляет порядка 400 миллионов рублей. С этим рядом потребителей и неплательщиков мы, конечно, боремся. Мы обязательно напомним о том, что у потребителя есть долг либо долговой квитанции. У нас работает система автозвонарь, то есть мы дозвонимся либо на городской, либо на сотовый номер телефона. Напомним, что у потребителя есть задолженность. В случае, если потребитель данную задолженность погасил, накопил определенную сумму, которая подходит для отключения, подача электроэнергии будет прекращена. И возобновим мы подачу только после оплаты полной суммы задолженности. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуем вовремя произвести оплату, не задерживать, не копить долги. Вот такой вопрос, если у меня личный кабинет в ДЭК и личный кабинет в расчетном центре ДГК. Как и куда теперь можно вносить показания по расходу электричества и за горячую воду? На сайте ПАО ДЭК без регистрации можно передать показания как за электрическую энергию, так и показания по горячей воде. На сайте вычислительного центра ООДЭК можно будет передать показания по горячей воде. Еще один вопрос, я думаю, который вам предстоит не раз услышать. Давайте сейчас озвучим ответ на него. Например, если у человека не установлены счетчики, у него есть прописка в нашем городе, например, но по факту он по каким-то обстоятельствам живет в другом городе с временной пропиской. Как быть в такой ситуации? Вообще законодательство предусматривает, что для того, чтобы произвести перерасчет по горячей воде в сутствие отсутствия, необходимо предоставить от управляющей компании акт о технической невозможности установки индивидуального прибора учета. То есть в случае предоставления данного акта, то перерасчет будет произведен. При наличии возможности установки прибора учета, в данном случае перерасчет не производится, так как потребитель обязан индивидуальный прибор учета установить. Давайте, наверное, в конце нашего разговора еще раз озвучим даты, когда же все-таки горожане получат единую квитанцию в первый раз, каких именно районов края и что это на самом деле никаких кардинальных изменений за собой не несет. До 10-го числа все жители города Владивостока, Артема, Партизанска и Лучегорска получат единый платежный документ, который необходимо оплатить до 10-го числа месяца следующим зарасчетным. Передать показания необходимо будет ежемесячно с 20-го по 25-го число любым из удобных для потребителя способов, либо через сайт компании Паудек, либо через личный кабинет, либо непосредственно обратиться в офис, либо позвонить в наш колл-центр. Как выглядит квитанция сегодня мы продемонстрировали в нашей программе, поэтому не стоит переживать, не стоит бояться, эти изменения необходимы и будут удобны жителям края. Поэтому спасибо вам большое за информацию, которую сегодня предоставили. Спасибо за этот разговор. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Свет и тепло теперь едины.